А национальное радио Чувашии работает уже 5 лет. 25 апреля у радиостанции небольшой юбилей. В свой юбилейный год радищики запустили проект Дни национального радио в районах республики. Марафон начали с Чебоксарского района. Наша съемочная группа отправилась вместе с коллегами. 7 групп и у каждой своя тема. В администрации Чебоксарского района радиожурналистов закрепили за специалистами различных отделов. Новости краеведения интересуют старшего редактора радио Розу Деменцову. Редактора Родиона Архипова – военно-патриотическое воспитание. Он посетил урок мужества в одной из школ района. Владимир Егоров освещает на национальном радио Чувашии темы сельского хозяйства. Рината Волкова делает молодежные программы. Алина Ерасимова – детские. Проще говоря, каждый работал на своем поле. Валентина Громова вместе со специалистом по опеке навестила приемные семьи Чебоксарского района. Олег Прокопьев, начальник продюсерского центра радиовещания, отправился в гости к народным умельцам. Поговорить с глазу на глаз со своими радиослушателями журналисты собрались в Доме культуры поселка Новая Отлашево. В основном из уст жителей Чебоксарского района звучали слова благодарности в адрес редакторов радио. Также радиослушатели пожелали творческому коллективу национального радио Чувашии делать больше передач, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма среди молодежи, вести пропаганду работы на селе. Мы с утра до вечера слушаем национальное радио. Мы и детские слушаем, вот когда просыпаемся. У меня ребенку очень много всяких песен нравится, все слушаем там. Ну, можно сказать, все нравится. Черерен, Духаган, Замаксеям очень нравится. Оказывается, они не только готовят программы, но и прекрасно поют. Играют на музыкальных инструментах. Своё творчество радищики продемонстрировали на сцене Дома культуры. Поддержать национальное радио Чувашии пришли и известные исполнители чувашских песен. Я удивляюсь над тем, что сегодняшняя молодежь, которая к ним пришла, такие интересные программы делает. Действительно, это подвиг в какой-то степени. Вот они делают так, чтобы и молодежи было интересно, и пожилым, чтобы слушалось. И все слушают, и все радуются, что у нас есть Чувашское национальное радио. Спасибо им. На подведение итогов дня выступили директор национальной телерадио компании Чувашии Александр Магарин, глава Чебоксарского района Алифтина Исаева и глава администрации Георгий Егоров. Целую неделю в эфире национального радио Чувашии будут выпуски из Чебоксарского района. Следующий пункт назначения – Урмарский район. Пять лет с радиослушателями – это для нас тоже праздник. Это какой-то итог нашей работы. Вот и решили организовать такой марафон – День национального радио в районах нашей республики. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.